здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала мы вышли погулять хотела погладить нашу местную кошечку она тут известна на районе но она немножко такая диковато и поэтому не дается я себе в очередной раз заказала семена в этот раз я заказала с фермы находится ванкувере на пробу здесь у меня помидоры для горшков здесь у меня красный лук семена шпинат зеленый лук это петрушка укроп кинза каждый вышел где-то 2 доллара с копейками а сейчас друзья я буду готовить ленивые пельмени этот рецепт очень легкий получается очень вкусно для теста нам понадобится 2 яйца соль теплая вода 1 стакан примерно и добавляем муку муку добавляем столько сколько примет тесто оно не должно липнуть к рукам я поэтому добавляю по чуть-чуть сначала один стакан потом второй ну и по половинке вот такое вот тесто у меня получилось берем любой фарш по вашему вкусу у меня здесь индюшатина добавила соль любимые специи также можно добавить тертый лук чеснок ну кому что нравится я делю тесто на две половинки буду раскатывать два листа порции приблизительно хватает на два раза покушать семьей из трех человек сейчас своих ленивых пельмешек я буду замораживать часть я буду сразу готовить на ужин сейчас я раскатываю тесто диаметру моего стола в принципе можно его еще дальше рассказать но у меня просто уже не было места плюс я еще рассчитывала на объем своего фарша у меня там слегка меньше чем пол килограмма 454 грамма или один паунд ну вот друзья как то так ну а теперь мы его разрезаем на вот такие вот пластиночки толщина будет зависит от того насколько вы хотите мелкие их делать я в принципе дело не такие тонкие полосочки чтобы честно говоря долго с этим не играться у кого и столько времени я же все-таки делали не вы пельмени правильно ну так и времени должно занимать мало друзья теперь на каждую полосочку я выкладываю тонким слоем мясо а теперь мы каждую полосочку закрываем прищипываем пальчиками узора ничего такое я не делаю в принципе и не надо я вам потом покажу почему из-за того что мы использовали для теста теплую воду оно такое можно сказать полу заварное поэтому лепится очень хорошо катается хорошо и держится тоже хорошо вот такие вот длинные колбаски получается а теперь мы нарезаем наши ленивые пельмени диаметр какой вам нравится можете делать мельче больше я в принципе как получается ну вот друзья не прошло и пяти минут все же готово часть сейчас пойдет у меня на заморозку я продолжу со вторым листом пока я буду заниматься вторым листом я поставила большую кастрюлю воды греться кастрюлю я также добавила соль чтобы быстрее закипела вода сейчас я их раскладываю на досточку пойдет морозилку как они немножко подмёрзнуть я это все высыплю в кулек водичка моя уже закипела я уже оставшийся тоже налепила сейчас буду варить это все так как время приближается к ужину по времени варим пока не сварится как обычные пельмени мне кажется надо чуть-чуть побольше добавить такой вкусно ты много не бывает вот смотрите они уже всплыли наверх но может быть еще пускай пять минут поварится и уже думаю будут готовы смотрите мясо фарш ничего не разделяется все находится внутри мои ленивые пельмешки уже сварились сейчас добавлю масло можно конечно добавить все что угодно можно подать со сметаны с чесноком уксус с чесноком в общем будет вкусно всем кто сейчас кушает приятного аппетита мы вечером выехали по делам и вот увидели насколько низко была луна луна такая огромная решили заехать и здесь недалеко проезжали мимо онтарио place или exhibition кто живет торонто знает где там находится на юге торонто возле самого озера онтарио и оттуда хорошо будет видно посмотрите какая огромная луна как она ярко светится а вы знаете что в канаде будет лунное затмение 8 апреля торонто школы перенесли из-за этого выходной чтобы выполнено 8 апреля чтобы дети сидели дома и не выходили на улицу жалко правда работу не отменяют в этот день нам все равно придется работать дома очень интересно понаблюдать за этим процессом за там 30 сколько там лет я здесь живу такого еще я не наблюдала очень интересно посмотреть как себя будут вести люди